всем привет меня зовут карина рада приветствовать вас на нашем канале и сегодня мы будем готовить с вами имбирное печенье это традиционная предновогодняя выпечка и еще не покажу как соорудить из него оригинальный элемент интерьера для приготовления нам понадобится сахар мед мука сливочное масло яйцо сода и специи по желанию я добавила имбирь корицу мускатный орех и кардамон ставим сотейник на средний огонь насыпаем сахар кладем мед и добавляем все специи сразу смотрите чтобы масса не пригорела постепенно специи нагреваются и невероятный рождественский аромат наполнит весь ваш дом дожидаемся когда смесь закипит и сразу снимаем ее с огня добавляем соду и размешиваем сода вступает в реакцию с медом и масса начинает пениться кладем сливочное масло и смешиваем до его растворения для удобства я переливаю массу в миску в которой буду дальше замешивать тесто разбиваю яйцо и снова перемешиваем теперь в несколько этапов добавляем муку просеивая через сито пока тесто жидковато я перемешиваю его ложкой а потом уже замешиваю руками тесто должно получиться приятным на ощупь как пластилин смотрите оно довольно мягкое и не липнет к рукам берем примерно треть теста я сразу раскатываю на пергаменте чтобы потом на нем и выпекать нам нужен пласт шириной примерно 5 миллиметров для формочек я выбрала звезды вы можете взять любые формы которые у вас есть или вырезать печенье стаканом убираем лишнее тесто и располагаем на пергаменте на небольшом расстоянии так как оно немного подрастет духовке выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета у меня это заняло около 8 минут вот так она выглядит после выпечки в итоге из всего теста получилось вот такая тарелка звездного печенья из которого мы и будем сооружать елочку в этот момент на кухне лучше находиться одному убрать всех домашних животных и детей подальше все на самом деле очень серьезно поскольку температура плавления сахара 170 градусов если хоть одна капля карамели падет на палец это грозит моментальным ожогом также не рекомендую пользоваться перчатками поскольку вы рискуете снять перчатки вместе с кожей ну что напугала а теперь готовим дальше для начала я сделала конус из ватмана и обернула его бумагой для выпечки насыпаем сотейник примерно 100 грамм сахара и растапливаем его поскольку крепить мы печенье будем именно на карамель немного покачиваем сотейник из стороны в сторону когда примерно две трети сахара растопится уже можно помочь ему силиконовой лопаткой и движениями от края к центру начинаем аккуратно размешивать как видите весь сахар растопился теперь ставим его на самый медленный огонь и поддерживаем температуру чтобы он не застывал берем печенье и с обратной стороны аккуратно намазываем карамель всю поверхность покрывать не обязательно главное чтобы покрыта была выпуклая часть которая приклеится к основе прикладываем печенье сначала снизу по периметру затем выше и так доходя до макушки там где видите просвет от пергамента поверх тоже прикрепляйте печенье к соседним вот такая елочка у меня получилось выглядит очень празднично и нарядно такое печенье при комнатной температуре хранится очень долго не менее двух месяцев поскольку содержание природных консервантов в нем довольно высоко это мед и сахар но полагают что приготовленная елочка на новый год вряд ли доживет до рождества поскольку она очень ароматная и вкусная всем желаю удачи в приготовлении будьте аккуратны и до новых встреч